Всем привет и добро пожаловать! Это видеокурс о создании комплексных сцен в программе Blender. Часть шестая. Сборка. Видео первое. Определение задач. Ну что, выходим на финишную прямую. Перейдем в главную сцену, в 3D Viewport. Хотя, в принципе, это не обязательно, потому что мы будем работать уже практически с уже готовыми отрендерными материалами. Мы создадим в текст-эдиторе. Давайте его прямо открою в полный экран. Новый текст. Сборка задачи. Называю его. И давайте проговорим то, чем мы здесь будем заниматься. Когда я начинал работу над курсом, план действия у меня выглядел приблизительно вот таким образом. То есть первое видео было определение задач, потом черновая сборка. Но, видимо, придется его слегка поменять, потому что фактически черновую сборку мы уже произвели. Уже отрендерили какое-то, ну, черновое, скажем, видео, в котором видны какие-то нюансы, которые нужно исправить. Поэтому, скорее всего, в следующем видео мы перейдем к чистке. Сейчас я это распишу чуть подробнее и все. И потом будем добавлять мошки-лучи. Сделаем чистовую сборку. И, скорее всего, сразу же с чистовой сборкой вместе пойдет и работа с цветом тоже. Она будет ее в себя включать. Потому что сама чистовая сборка будет заключаться, собственно, в том, чтобы собрать просто все слои вместе. Но это мы сделаем очень быстро. И, поскольку все уже, я думаю, привыкли к тем, что видео у нас идут достаточно долго и получаются достаточно информативными, лучше придерживаться этого уже до конца. Поэтому чистовую сборку я объединю с работой с цветом. И потом уже отдельно мы поговорим об эффектах вообще. И, в частности, сделаем эффекты линзы. Касаемо того, что я подразумевал под финализацией, я, честно говоря, сейчас уже смутно помню. Ну, если что-нибудь останется нам доделать после того, как мы все это сделаем, то это будет финализация. Если нет, то финализация будет, собственно, уже на эффектах. Ну, и потом сделаем просто какое-нибудь одно итоговое видео. Ладно, что-то я далеко вберет, больно забегаю. Давайте пока по задачам пройдемся еще раз. Значит, нам предстоит сделать чистку. Она будет заключать в себя следующее. Давайте все-таки, наверное, перейду я обратно в ту сцену. Открою где-нибудь Clip Editor. Первый момент. У нас там были артефакты, вот эти вот зеленые пятнышки. Сейчас попытаюсь как-то приблизить. На главном слое. Вот эти блики. Убрать зеленые, пишу, блики на главном слое. Второй момент. Это вот здесь на слое с зайцем. Чуть позже. У нас был момент, когда исчезает трава вот здесь. Пофиксить траву на промежуточном слое. В конце, напишу так. И выставлю вот эту вот галочку, чтобы у меня переходила со строчки на строчку. Это что касается основной чистки. Плюс сделать темпоральную стабилизацию. Сейчас, если посмотреть, ну, YouTube, может, этого не показывает, но вообще, в целом, видео слегка подстрабливает везде. Вот все эти блики на березах на заднем плане, например. В частности. И всякие небольшие несоответствия, если смотреть особенно покадрово. Вот, например, всякие неточности отработки Depths of Field, неточности отработки Motion Blur, всякий небольшой шум. А можно увидеть, что зайц, на самом деле, при приближении, он достаточно шумный, например. Все это мы сможем исправить, предполагаю я. Ну, по крайней мере, сейчас, может, это не так сильно заметно, конечно. Но я думаю, что после того, как этот самый темпоральный denoising будет сделан, темпоральная стабилизация, эта разница будет более очевидной. Не знаю, удастся ли ее воспроизвести на YouTube, потому что все-таки Eevee это не Cycles, и он изначально не так сильно шумит и стробит, как может шуметь, например, Cycles. Но, тем не менее, картинка после этого обычно становится гораздо более гладкой и более приятной. Убирается вот тот легкий эффект, который постоянно присутствует в Eevee, связанный как раз с тем, что у него подстрабливает немножечко все. Из-за этого картинка как бы получается такая немножко по мелочи, где-то по пикселям, то здесь, то там, вот эти вот пиксели проскакивают, и получается небольшая такая дерганина, которую при наметанном глазе достаточно легко отследить и понять, что это, в чем это было отрендерено. Вот этим мы будем заниматься. Также мне напомнили в комментариях, что я хотел добавить грязи на трубу. Вот так вот неожиданно. Может быть, кто-то уже забыл, но действительно у нас труба слегка получилась слишком белая, и неплохо было бы добавить ей здесь грязи. Конечно, все перерендеривать мы не будем, заодно я покажу, как можно делать такие вещи. Я думаю, что это будет полезно и интересно. Далее, после этого нам нужно будет после чистки сделать слой с мошками, добавить мошек. Это достаточно сильно оживляет картинку, как и любые системы частиц. Обычно, если даже нету мошек, можно просто повесить какие-то частицы, плавающие в воздухе трехмерные, пролетая через которых, камера будет визуально давать эффект трехмерного пространства. Они всегда очень здорово работают. Они могут быть даже незаметны чисто визуально, но они помогают как бы нашему сознанию сориентироваться в пространстве, где мы находимся, когда мы сквозь них летим. Также мы обязательно добавим лучи света, потому что сейчас картинка вся очень четкая, просто предельно четкая. И у нее совершенно отсутствует, например, атмосферная дымка. То есть, когда мы смотрим вдаль, элементы, которые находятся дальше от нас, у них уменьшается контраст за счет того, что в атмосфере всегда присутствуют мелкие какие-то частицы. Оно не полностью прозрачное, поэтому даже если нету такого большого сильного тумана, все равно это задымление небольшое, даже не задымление, а как бы атмосферную вот эту дымку всегда в той или иной мере присутствует. Здесь у нас ее нету совсем, поэтому картинка получается достаточно плоская, и слои с трудом отличимы друг от друга. Ну и вообще трехмерности здесь нет. Конечно, здесь есть depth of field, но когда мы добавим вот эту самую дымку, я думаю, что картинка станет немножко более естественной. Лучи, они являются частью этого всего. Далее, после этого у нас должна идти чистовая сборка, то есть мы все эти слои с мошками, с лучами, и все три наших слоя, которые мы уже отрендерили, плюс трубу, плюс, скорее всего, то, что мы сделаем еще отдельно с промежуточным слоем, в конце пофиксить траву вот эту вот, это будет отдельным слоем, плюс какие-то затирки здесь и там, все это мы соберем уже в чистовом виде. Приготовьте, на всякий случай сразу предупрежу, свободное место на компьютере, потому что нам придется рендерить еще дополнительные секвенции во время темпоральной стабилизации, скорее всего, и там понадобится прям, ну, гигабайт, там, энное количество. Не могу пока сказать точно сколько, но готовьтесь, что там придется, там, ну, хотя бы гигабайт 20, чтобы у вас свободных на диске было, но лучше больше. Мы отрендерим файлы, потом там с помощью аддона, скорее всего, проведем с ними определенные действия, потом их можно будет удалить, но вот в какой-то момент и нужное свободное место будет чисто под рендер этих самых файлов. Значит, дальше. Чистовая сборка, это мы собрали, после этого мы займемся цветом, цветокоррекции. Ну, цветокоррекции я не буду писать, напишу просто цвет, потому что коррекции здесь как таковой не будет. То есть любые, конечно, действия – это коррекция. Правильнее назвать это, наверное, грейдинг, как это называется. Есть у них вот именно color correction, а есть color grading. Вот это будет скорее ближе к грейдингу, потому что в плане цвета здесь все в порядке пока что. Но там были небольшие нюансы вот здесь вот на черепах, но мы их исправили уже, я их исправлял. И заодно я покажу еще раз и объясню, что я, собственно, там делал, почему это и как работает подробнее. Значит, цвет. После этого будут эффекты, наложенные на уже картинку целиком. Эффекты линзы. Возможно, небольшие искажения линзы, потому что все-таки у нас картинка такая получилась вытянутая. Ну, мы ее так и рендерили. 2.35 к 1 киношная. Ну вот, поэтому, возможно, слегка сделаем искажения линзы здесь. Сделаем, скорее всего, может быть, небольшие хроматические аберрации линзы. Но обо всем этом уже подробнее там поговорим. Возможно, сделаем свечение. Помимо вот всех лучей света и так далее, наложим легкое свечение. Возможно, в каких-то моментах, не знаю, понадобится или нет, наложим отпечатки пальцев на линзы или там какие-то просто грязь на линзу. Но не уверен, что мы будем это делать. Посмотрим, понадобится это или нет. Просто здесь всего и так в сцене происходит очень много. Возможно, это будет уже излишним здесь. Вот. Ну и, собственно, на этом, наверное, и все. И потом уже финализируем это все и проговорим, подведем какой-то итог этому всему. Финал. Пишу я. Control Save. И со следующего видео мы приступим к чистке. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на Boosty. Буду очень благодарен спонсорству. Буду очень благодарен донатам. Буду очень благодарен репостам и распространению в социальных сетях этого курса и этого видео. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Увидимся с вами в следующих видео. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok